Ровно 20 лет назад в Кыргызстане была создана комиссия по госязыку. За это время были разработаны и внедрены самые разные программы по его сохранению и развитию. Денег выделялось также немало. Однако поголовно на кыргызском языке население так и не заговорило. И только сегодня, спустя столько лет, наблюдается очень интересная тенденция. Русскоязычные горожане стали активно изучать кыргызский язык, причем по собственному желанию. А в отдаленных регионах, напротив, старательно учат русский. С чем это связано и как сделать так, чтобы эта положительная тенденция лишь набирала свой темп, будем говорить сегодня. Это ток-шоу «Арт Араб» и я его ведущая Айгуля Джиева. У нас сегодня в гостях находится Аида Ишиналиева, руководитель отдела национальной комиссии по государственному языку. Толкун Карагулова, ведущий специалист сектора по развитию госязыка Министерства образования Кыргызской Республики. Чуробек Саданбеков, директор общественного фонда «Бездин Мурас». А также Адиль Баэмбетов, горожанин, который уже 6 лет изучает кыргызский язык. Добрый вечер всем. И замечательная сегодня тема, я думаю, что очень актуальная. И поэтому, наверное, первый вопрос хотелось бы задать Аида вам. Какая работа на сегодняшний день ведется комиссия по госязыку? Есть ли единая какая-то методика? И вообще, какие у вас планы на этот год? Так, здравствуйте. Конечно же, национальная комиссия уже сколько лет работает над развитием государственного языка. Уже в 2014 году принята национальная программа развития государственного языка и совершенствования языковой политики в Кыргызской Республике. Конечно же, в рамках этой национальной программы делано очень много, потому что мы уже видим, можно сказать, что мы уже видим очень много-много достижений. Если отметить, что в целях применения одинаковых терминов официальных документов при правительстве была уже создана терминологическая комиссия. Так, значит, разработан дистанционный учебный курс для государственных и муниципальных служащих на госязыке в рамках этой же программы. Значит, уже знаете, впервые уже был создан Кыргыз-тест, уже все граждане Кыргызстана и особенно государственные и муниципальные служащие уже скоро будут проходить Кыргыз-тест. Конечно, мы до этого тоже проводили очень много различных мероприятий, различных конкурсов. Но, конечно, эти же мероприятия, конечно, не дали нам соответствующих результатов, потому что вот уже 2-3 года назад только на развитие государственного языка и со стороны правительства, и со стороны аппарата президента уже идет государственная поддержка. Вот национальная программа тоже была утверждена президентом Кыргызской республики. И, конечно же, уже были выделены, конечно, деньги, особенно для учебников, на выпускник. А есть какие-то цифры, от сколько финансирования было выделено в этом году именно на развитие госязыка? Я могу только сказать, что на выпускник в рамках национальной программы, на национальной комиссии по госязыку выделяется каждый год, начиная с 2014 года, то есть миллион шестьсот сомов это на выпуск, на развитие госязкой литературы. А есть что-то вот кардинально новое, что будет сделано в этом направлении именно в этом году, в отличие там от предыдущих лет? Чем вы можете похвастаться, грубо говоря? Ну, конечно, мы сейчас работаем над тем, чтобы создать уже для детей, особенно для родителей дошкольных учреждений, чтобы дети уже смогли мобильные предложения, обучающие разные для детей, чтобы дети могли и сидеть дома, и посмотреть, и обучаться, и интересоваться на разные мобильные предложения. Так, мы, конечно, вот, Чуробек Пейкин, наверное, не даст соврать, мы в 2014 года уже начали работать, то есть поддержали по госязыку, то есть уже создан Кыргыз Транслейт, и в Википедии, на Википедии уже в сентябре 2017 года, по-моему, уже есть на кыргызском языке 80, более 80 тысяч статей кыргызской. Да, да. Кыргызский язык появился в Google Транслейт, да, и все этому радовались, несомненно. Но вот скажите, как на сегодня проходит работа, потому что понятно, что есть, наверное, какие-то технические недочеты, все равно. Как-то совершенствуется программа или нет? Ну, дело в том, что после включения русского языка в Google Транслейт мы как-то перестали какое-то время работать. Тут как бы неправильное понимание того, что как мы работаем с Google Транслейт, да, это вообще как бы открытая платформа. Да, бесплатный, мгновенный перевод. Вот. И мы, например, до включения работали с менеджерами Google Транслейт, с ними согласовывали там различные мероприятия и так далее, да. А как они сейчас на данный момент ведут работу, конечно, я не могу за них сказать, да. Ну, конечно, мы вот на этом не остановились, там, вот в прошлом году мы перевели еще там 2 миллиона 400 тысяч слов, ну, с помощью Google Транслейт. Ну, там проект был такой, что одновременно мы переводили с помощью Google Транслейт там с английского, русского на кыргызский язык. Статьи с русско-английской википедии добавляли к кыргызской, да, то есть одновременно делаем две работы. А базу сделанных переводов мы передали к Google Транслейт. Ну, конечно, в последнее время, если так посмотреть, на самом деле уровень качества переводов, ну, не знаю, лично, мне кажется, даже немножко снизилось, да, чем было первоначально, потому что первоначально был один алгоритм. А сейчас, ну, мое впечатление, что в Google Транслейте, так как переводы практически 90% с русского на кыргызский язык идет, да, обучение Google Транслейте сейчас как бы опосредовано вот русского на английский, с английского на кыргызский, и вот так по такой схеме идет, и поэтому там четко видно влияние русского языка, и сейчас качество переводов сильно хромает. Ну, конечно, в принципе, это вот принцип работы Google Транслейт, что только носители этого языка сами могут сделать для того, ну, как бы, повысить качество переводов, для этого есть все возможности. Конечно, вот если все будем только жаловаться, что качество не очень хромает, и при этом даже вот будет лень там включить одну кнопку и исправить небольшие ошибки, качество перевода будет такое же, может, даже хуже будет, несмотря на то, что... Ну, когда, видите, это вообще машинный перевод, да, обучается на основе статистики. Если я даже 30 раз одну и ту же ошибку найду, или похоже, и я веду там 100 исправлений, это ничего не даст. Машина будет ждать, что 100 человек сделает такие же, да, там. Ну, согласитесь, нужно все равно дорабатывать, получается, систему все равно. Ну, это постоянно надо улучшить. Да, да. А вот можно тогда поговорить о преимуществах? Вот потому что, да, с развитием технологий, интернета, появились действительно онлайн-платформы по изучению кыргызского языка. Давайте, может быть, скажем, какие преимущества есть у именно онлайн-платформ по изучению, допустим, в отличие от тех же платных курсов, которых тоже сейчас очень много. Мне кажется, вот сейчас же у людей очень мало времени. А вот, например, если, скажем, что у нас есть, при нацкомиссии есть сайт Мам-Тиль-Чи-Кит-Кей-Чи, вот любой граждан Кыргызской, Кыргызстана, даже, скажем, Кыргызы, то есть любой другой нации, могут в любое время, если есть интернет, конечно, зайти и в любое время может обучаться. Там есть и грамматика. Там есть и грамматика. И, конечно же, это по требованию Кыргызстана было сделано. И, то есть любой желающий может зайти и обучаться. То есть бесплатно? Это бесплатно? Бесплатно, да, доступно. Хорошо, так давайте тогда плавно перейдем к методикам, потому что от этого очень много, да, зависит. Толкун, вот к вам вопрос, наверное. Какие сейчас есть методики? Потому что они тоже разные, есть авторские методики. Вот у нас есть какая-то единая методика, возможно. И все-таки вот на что сейчас акцент делается? Кто-то говорит, надо в игровой форме изучать кыргызский, так легче, интереснее, особенно детям. Кто-то говорит, нужно делать акцент на разговорный язык. Как Аида Угубиковна уже отметила, вот эта национальная программа нас тоже касается, касается Министерства образования. Тоже выделяются очень большие деньги, если точнее сказать, вообще по программе Министерства образования выделено 120 миллионов сомов. Это в этом году? Нет, вообще с 15 по 20, вот во время реализации этой программы. Да, да. И на этот год, на 18 год, выделено, то есть планируется 56 миллионов сомов. Мы планируем вот это все освоить. Вот на эти деньги мы будем выпускать книги для школ, дошкольных, для дошкольных образовательных учреждений, школ, для среднеспециальных и для вузов. А также вот в рамках этой программы у нас, в рамках этой программы у нас мы создали при Министерстве образования центр, это центр, значит, инновационных технологий, именно по повышению квалификации учителей и преподавателей хоргызского, русского. Потому что от них, несомненно, зависит тоже эффективность. Да, 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 международных языков, а также языков этносов, проживающих в Кыргызской, в нашей республике. Вот насчет методики. Методик очень много методов обучения кыргызским языку. Давайте наиболее эффективные. Наиболее эффективные. Сейчас мы переходим на коммуникативные методы обучения. Этот метод обучения дается нам легко, как бы, то есть занятия проводятся в игровой форме, не так, как раньше. Раньше как было? Раньше было, мы изучали, как бы, язык, не сам язык, а вот грамматику этого языка, да? И когда вот в школе, например, даешь детям грамматику, например, хоргызского языка, они во время занятия... Сразу теряется интерес? Да, во время занятия они отвечают на вопросы, там создают предложение и так далее, и тому подобное. А уже выходя из школы, уже они забывают. То есть они не могут использовать вот эту грамматику, те же изученные слова уже в разговоре, в практике. А вот этот коммуникативный метод обучения, именно как обучают учеников, как использовать вот эти полученные знания именно в речи, в практике. То есть больше практики, больше разговорной речи. Больше разговорной речи, да. Хорошо. Вот еще, наверное, вот в изучении, в принципе, не только кыргызского языка, да и любого другого очень огромную роль играет мотивация. Для этой цели Министерством образования вот мы внедряем постепенно многоязычное образование, да. На сегодняшний день по всей республике многоязычное образование внедрено в 78 школах, в 7 садиках и в 5 высших учебных заведениях. В свою очередь, это многоязычное образование дает нам очень хороший стимул именно детям, да, потому что у нас дети будут обучаться не только у нас в Кыргызстане, они будут обучаться в зарубежных странах, да. И вот им вот это помогает, да, вот многоязычное образование им помогает. Почему? Потому что во время уроков вот эти уроки даются, например, на кыргызском языке, да, например, какую-то тему мы провели. И вот эту же тему мы проводим уже на русском языке и на английском языке. То есть мы этим даем детям как бы возможность изучить один и тот же предмет на трех языках. То есть они в будущем, в перспективе, они будут знать, например, свой предмет на трех языках, и если они будут выезжать за границу и обучаться там за границей, им не сложно будет. Спасибо, с детьми все ясно. Хотелось бы еще немножко также поговорить о взрослых, потому что вот здесь как раз-таки большое значение играет мотивация, да. То есть если ее нет, то очень сложно учить, в принципе, любой другой язык. И хотелось бы поэтому услышать историю нашего героя, Адиля, который вот уже, говорю, шесть лет стал, начал с тех пор, как изучать язык. Прошло шесть лет, как он начал изучать кыргызский язык. Уверена, вы уже свободно на нем говорите. И я знаю, что причина, по которой вы стали его изучать, очень непростая и интересная. Расскажите нам свою историю. Добрый вечер. Саламаса, дамы, урмату, телегуэршлер. Вы совершенно правы. В изучении языка это главная мотивация. Человек должен хотеть. Никто его насильно не может заставить. Если у него не будет желания, успеха он не достигнет. Если каждый поставит перед собой цель изучить язык, он его изучит. Но учить надо серьезно. Я шесть лет вот уже изучаю кыргызский язык. Перед моими глазами прошло много желающих, кто хотел учить язык. Но когда столкнувшись с какими-то небольшими трудностями, они бросали примерно через месяц. Так они, конечно, не выучат. Поэтому надо приложить все силы к изучению. И мотивация какая должна быть? Надо понимать. Ну, я думаю, ко многим людям в Кыргызстане уже пришло понимание, что мы живем в суверенном государстве, которое развивается, которое поднимает свою культуру, свой народ. И язык коренного народа – это необходимый язык для всех. Его необходимо знать и изучать. Это безальтернативный выбор. И поэтому сейчас вот я уже наблюдаю, что многие люди русскоязычные, сами русские, они приходят и с удовольствием учат. Вам как это помогает в жизни? Ну, во-первых, я работаю, мне помогает в работе, общение. Потом я сам по национальности татарин. Ну, мой отец воспитывался в кыргызской семье. Я, конечно, выпускник, так сказать, Советского Союза. Мы все вышли из Советского Союза. Тогда мы практически не обращали имя, они на языки. Считали, что будет единый советский народ нам так. Попаганда это все вела. Ну, а сейчас я очень, допустим, жалею, что в то время я не обращал внимания. А сейчас вот у меня такая мотивация – знать хорошо кыргызский язык и быть достойным членом общества. Спасибо большое. Мы продолжим наш разговор сразу же после рекламы. Ну, а мы продолжаем говорить на тему изучения кыргызского языка. И вот сейчас только перед рекламой мы говорили о том, что огромную роль в изучении любого языка играет мотивация. Вот, Адиль, тогда еще вопрос к вам. Какой совет вы дадите тем, кто, возможно, сейчас как раз раздумывает над тем, стоит ли ему учить кыргызский язык или нет? Какой совет от деть? Ну, мой совет такой. Если человек уже имеет свою семью, имеет детей, он должен хорошо понимать, что ребенок, двоязычный ребенок, тем более, допустим, если это русская семья, и ребенок изучает кыргызский язык, он развивает свое абстрактное мышление. Потому что кыргызский язык – это аглюнативный язык. Он, строй предложений, идет путем добавления к окончаниям различных приставок своего рода. Не так, не как предлоги в русском языке. Поэтому это очень развивает абстрактное мышление. И этот ребенок, у него мыслительные способности будут гораздо лучше. Это надо родителям понимать и нацеливать своих детей именно вот на изучение кыргызского языка. Спасибо. А вот что еще необходимо делать, возможно, чтобы мотивировать население на изучение? Ну, я думаю, что вообще создание самой системы кыргызского теста – это уже мотивация. Потому что в настоящее время в целях учета результатов кыргызского теста при зачислении вузы абутурентов министерством разработан проект постановления, то есть правительства Крыгской Республики о внесении изменений в постановление правительства Крыгской Республики об утверждении положений, регулирующих прием абутурентов в высшие учебные заведения в Кыргызской Республике. То есть это дает, получается, абутуренты, которые хотят поступить в вузы, да, они должны пройти именно тестирование в Кыргызском тесте. То есть им именно вот мотивация в том, что они, когда будут сдавать уже, пройти тесты, они получат сертификаты, да, получается, сертификаты. И вот этот сертификат, как бы, если у абутурента есть такой сертификат, да, то, что сдал Кыргызстест, у него более будет, ну, шансов больше, да, чем тех, которые не сдали уже тестирование. Это уже стимул, да, получается. Тем более, что сейчас уже в этом году они сдают эти тесты в добровольной форме. А условия все созданы для того, чтобы человек смог сдать этот тест? Вот, я не знаю, в плане учебников, преподавателей. Да, 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 все-все создается. Сейчас разрабатываются учебно-методические пособия, учебные книги. И в перспективе, то есть с 19-го или с 20-го года, то есть все муниципальные государственные служащие и абутуренты, они все должны уже будут сдавать в обязательном порядке вот эти тесты, да, на знание кыргызского языка. Хочу добавить, что мотивировать могут также и другие люди своим примером. Предлагаю посмотреть сейчас очень интересный видеоролик, видео из интернета, как раз-таки вот, которые могут замотивировать многих других, которые еще сомневаются учить, кыргызский или нет. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вот такое вот видео из интернета мы увидели. Можете кто-нибудь прокомментировать, насколько влияние интернет? Если бы так сказать, что вот до 2014 года, когда вот говорилось, что кыргызский язык не развивается, особенно проблема государственного языка – это в Бишкеке и в Чуйской области, потому что здесь и проживается очень много других этносов, поэтому я бы сказала так, что для Бишкеки прав действительно здесь нужна, конечно, мотивация и еще и желание. Почему? Потому что есть люди, особенно молодежь, даже приехавших из регионов, они за год, даже, скажем, за полгода, они обучаются и знают уже английский язык, потому что они уже знают, что английский язык, если знать, они могут свободно поехать на любую зарубежную страну. Поэтому до этого, когда говорилось, что не развивается госъязык, говорили, что нету соответствующих грамматик, то есть методик, учебников, да, и учителя такие вот неквалифицированные. А сейчас вот, например, в 2018 году уже, начиная с марта, уже каждый госслужащий и муниципальный служащий начнет уже называть госъязык. А с одной стороны смотреть, что есть приехавшие из зарубежных стран, они могут нас на рынок или, не знаю, куда-то поехать, и они за три месяца, может, за полгода быстро уже разговаривают и на знакомую музыку играют. Здесь, наверное, больше на желание. Вот при нацкомиссии есть учебный центр, который обучает всех граждан, и в том числе и муниципальных, и государственных служащих. Мы до 2015 года обучали их платно, конечно же, потому что этот учебный центр создан на хозрасчетном. Поэтому, а в 2015 году мы уже при поддержке ЮНСФ, ЮСАИД, мы уже начали обучать уже госслужащих уже на бесплатном. Вот когда мы ездили по регионам, наоборот, говорили, что сейчас уже нужно обучаться уже на русский языке, то есть на другие языки. То есть здесь, наверное, не в том смысле, что нет плохой, то есть методика плохая или там... То есть условия созданы. Здесь, наверное, уже каждый человек должен уже самостоятельно обучаться. То есть мы все сами можем. Сейчас уже можно обучаться уже как китайским языком. Да, достаточно приложения в телефоне, и можно изучать любой язык. Вот недавно вот нацкомиссия уже разработала интерактивные мобильные предложения на базе iOS и Android для телефонов и планшетов. То есть есть, создаются все условия для каждого и для других этносов. Есть книги, словари, то есть есть электронная библиотека. То есть все необходимые условия уже созданы. Было бы желание. Только было бы желание, да. Хорошо, вот смотрите, если русскоязычное население, но русскоязычные горожане, если это в основном касается Бишкека и Чуйской области, все-таки должны желательно им изучать кыргызский язык. Что делать тогда с теми, кто его уже знает? Что можете сказать? То есть те, кто уже говорит на кыргызском, хорошо говорит, владеет им, что им делать? Как все-таки нужно тогда... Нужно ли тогда поддерживать русский язык таким людям? Так, есть... Конечно же. Мы уже должны знать уже не только государственный и свой родной язык, и русский, и китайский, и английский, и немецкий. Почему бы нет? Потому что сейчас уже ситуация уже не такая, как раньше. То есть сейчас надо людям уже создать условия, чтобы они грамотно говорили и грамотно писали. Вот, например, думают, что любой человек, который знает кыргызский язык, то есть даже говорящий, даже приехавший с регионов, что они могут свободно, то есть грамотно писать разные, например, делопроизводства, например, писать письма, например. То есть часто выясняется, что не могут? Да, неграмотно. То есть есть люди, ну они говорят на кыргызском, но писать-то уже на... То есть уровень уже не такой уже. Мы уже должны уже над этим работать. Можно, да? Вы хотели добавить, да? Да, просто вот именно для этой цели как раз и внедряется многоязычное образование. Вот это тем, кто, например, если человек хорошо знает кыргызского языка, они смогут, например, могут получить этот же материал на русском языке и на английском языке. Да? Если ему не нужен на кыргызском языке, если он знает. Он во время занятий, то есть вот первая половина дня, например, в садиках или в школах дается, получается, обучение идет на кыргызском языке, потом на русском языке, потом на английском языке, да? Вот для этого внедряется вот это многоязычное образование. Эта система поддерживается даже Дюхорку Кенешем, потому что недавно, в 2017 году, была создана как бы экспертная группа, да? Там были депутаты из Дюхорка Кенешем, представители правительства, значит, представительства Министерства образования. Они посетили вот эти пилотные школы, да, в Соколубском районе. И они были довольны результатом, потому что дети уже начинали говорить, уже говорят на трех языках, на одну и ту же тему, да? Это хорошо, да. То есть у детей есть выбор, да, если кто хорошо знает кыргызский язык, он там же может получить, то есть образование на русском языке, на английском языке. Если кто хорошо знает на русском языке, наоборот, да, на английском, на кыргызском языке. Но это вот такое условие мы уже создали. То есть, может, им нужно еще внедрять какие-то тандемные курсы, когда один учат другого? Да, мы уже создали, да, есть, это работает у нас. Хорошо. Есть, кстати, такой интересный момент, что иностранцам получается очень легче учить кыргызский язык. Мы заметили, что американцы и многие другие, которые приезжают в Кыргызстан, есть, которые очень свободно говорят. Вот в чем тогда заключается? Заключается, наверное, скорее всего, в среде, потому что они же, как Аида Акубыковна отметила, они же, как приехали, так и уже ездят по Кыргызстану, и вот в дальние селы, там, обычно же люди там на государственном языке говорят, на кыргызском языке. Поэтому очень влияет, наверное, по-моему, да, это мое мнение, среда, среда именно. То есть, опять же, вот, надо разговаривать, надо, вот, как бы, в бытовой среде тоже использовать слова. Хорошо. Может, еще у кого-то есть личные советы по тому, как мы за мотивировать тех, кто еще не учит кыргызский, но хотел бы, думает, сомневается, возможно, либо боится чего-то. Может быть, есть какие-то совсем... Наверное, ничего не надо бояться, потому что Кыргызстан я самая демократическая страна, потому что если здесь можно жить, даже не зная государственность, если жили до этого. Сейчас мы просто создаем разные условия, то есть можно и к нам прийти, и все книги, выпускающие в рамках национальной программы, все они раздаются бесплатно, то есть в садиках, в школах, и тоже, может, любой другой может зайти, даже вот сайт Мамтиль, и может бесплатно загрузить себе, и может прочитать, обучаться. То есть нет такого здесь, что мы никого не принуждаем. Здесь, ну, самое главное, что нужно понимать и, наверное, и любить, и сопереживать, чтобы не стоять на стороне, если есть у них какие-то хорошие идеи для развития государства. Мы все их принимаем. То есть вы связаны все равно с людьми, можете бы слушать, принимать какие-то предложения. Также вот в университете, техническом университете именно Розакова, там как раз вот в рамках этой национальной программы создана мультимедийная лаборатория. Что за лаборатория? Это лаборатория, то есть там туда внесены электронные книги, то есть там и для дошкольных, для школьных, для вузовских. То есть если кто хочет там позаниматься, свободно, там вход свободный, свободно могут пойти и там позаниматься. Туда каждый день обновляется там электронная база. Это есть информация где-то в интернете у вас на сайте? Так, есть, есть, да. Учебный центр при нацкомиссии разработан для этнических меньшинств, именно и для молодежи, и для возрастов, как для Байке. То есть там есть мультимедийные программы, есть аудио-видеопрограммы, специально для этнических меньшинств. У нас, кстати, появился телефонный звонок, давайте послушаем телезрителя. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер, меня зовут Депташева Займира Самкуловна, я учитель кыргызского языка, работаю в телесополу, в третьей школе. Я разработала методику преподавания кыргызского языка, за 30 дней ребенок заговорит в игровой форме, и очень легко и доступно. Сейчас у меня ученица 8 лет, Мария, недавно показывали по району презентационный урок, и она показала свои способности. Сейчас она рассказывает на кыргызском языке и пословицы, и скороговорки, на вопросы другая отвечает. Вот я дальше разрабатываю следующий этап, работаю с текстом, топики разрабатываю. И вот я хотела бы спросить, я как-то подходила к Арагуновой Динарыде, насчет учебников, но сейчас документы некоторые у меня еще не готовы. Я хотела бы попросить, вот в школе, в начальной школе очень программа такая тяжелая для детей. Знаете, вроде бы сейчас выходят разные красивые пособия, но дети вот эту программу хорошо не усваивают. Вот сколько лет прошло, русскоязычные дети не могут, сказать, элементарно ответить на вопросы. А вот моя методика, она именно дает, я провожу апробацию еще на некоторых, на других детей, и очень хорошо работает. Вопрос понятен? То есть у телезрительницы, да, есть собственная какая-то методика по изучению кыргызского, она говорит, что все-таки программа, которая дается в школах, к сожалению, мы не знаем, да, она не назвала, немножко тяжела для школьников. Вот если у нее есть какая-то собственная разработка, насколько реально ее возможно внедрить? Ну, она может обратиться в Кросск образовательную академию, там ей посоветуют, наверное. То есть теоретически это возможно? Как дальше будет? То есть авторская методика? У каждого учителя есть выбор. Вот есть специальные стандарты и обучение программы, и планы, но любой учитель может по-своему создать свой план, потому что она же видит аудиторию. Вот есть дети, одни кыргызы могут сидеть на уроке, а может быть кыргызский язык или этот учебник может для них неинтересен, потому что он может быть легкий. Потому что поэтому для каждого, любой учитель может создать свой план, конечно, не выходя из стандартов, не выходя из программы. То есть если она принесет либо в Министерство образования, либо к нам, у нас есть эксперты свои, мы можем показать, если действительно хорошая, если мы проводим опробоваться, если она понравится, мы можем выпустить и посмотреть. Почему бы нет? Потому что сейчас нам нужны разные варианты. Может быть кому-то какая-то из этих книг может понравиться. Поэтому здесь таких вот нету, вот именно по этой программе, по этой методике такого нету. То есть любой учитель может по-разному свой урок вести, интересным делать. Сейчас, которые учебники внедрены, насколько они, насколько сложная программа, можете как-то прокомментировать? Просто как раз это прозвучало, что дети некоторые не совсем могут заниматься по ним. Ну, программы, они создаются как бы... То есть они апробированы, эти программы, да? Апробированы, конечно, апробированы. Они по требованиям, по стандарту. То есть они раньше так по этой программе изучали, и сейчас в программе особо изменений сейчас нету. Но надо уже разработать новую программу, новый стандарт обучения, потому что дети уже не такие, как раньше. Они меняются очень быстро. Да, потому что им нужно уже более интересные, более такие вот новые какие-то вот... Потому что сейчас уже детей уже не удивишь, потому что они в любой момент могут зайти и узнать, о чем хочет. Поэтому сейчас нужно вот заново все это проверить. То есть тогда это, получается, тоже зависит от преподавателя напрямую. И от преподавателя зависит. Насколько интересно он подаст материал? Но все равно нужны переработать эти стандарты и программы, все эти обучения, методические обучения. Да, разрабатываются. И вот до конца вот 2018 года именно вот идет сейчас работа. КАО разрабатывает сейчас по новым стандартам программы. В каком направлении, в каком направлении, что конкретно будет меняться или добавляться? Ну, конкретно сейчас только планируется, вот до конца этого года они, например, до этого дети только вот выучивали, то есть разные грамматики, то есть, потому что им это не надо. Сейчас более нужно, наверное, уже коммуникативное уже преподавание, потому что дети должны уже говорить. Мы до этого, может, мы, даже я, например, или кто-то другой, если хочу изучить чего-то, мы, конечно, должны изучать, но мы должны еще говорить. Научить говорить детей надо. Потому что есть ребенок, например, растущий в кыргызской семье, да, он пойдет в садик русской, русским обучением, и он может запросто за месяц, за два месяца он уже будет говорить на русском языке, потому что уже, как говорил Дулкон, уже, уже... Там уже среда есть. Там уже, да, среда, потому что дети говорят на русском. А здесь уже надо уже обратить внимание уже на более такие вот, на такие программы, которые дети должны говорить на кыргызском. Вот она говорила, что мы сами были в садике вот в Новопавловском, когда мы заходили, вот, говорит многоязычно, да, когда мы заходили, там был учитель, то есть русскоязычный учитель, дети говорили на русском. А когда зашла уже кыргызская со своими, саламат санарбабалдар, они уже автоматически перешли на кыргызский язык, то есть, может быть, действительно через какое-то время, может, мы уже увидим плоды и результаты, может, многоязычное образование. Хорошо, спасибо. Но здесь еще нужно, чтобы и молодежь, и в семье должны воспитываться дети, в семье должны, потому что любое учебное заведение, конечно, они обязаны, но в семье должны говорить тоже на своем родном языке. Спасибо большое за сегодняшнюю дискуссию. У нас в стране есть уникальная возможность знать и говорить как минимум на двух языках, на кыргызском и русском. Мало того, и эту особенность нужно сохранить, мало того, нужно изучать и другие иностранные языки. Человек, который знает много языков, всегда вызывал восхищение, ведь он понимает в прямом и переносном смысле гораздо больше, чем все остальные. На этом у нас все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин